Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Вы знаете, я с того времени стала вести свой канал, стала внимательнее ходить по улице, внимательнее стала смотреть на окружающие меня здания. И, конечно же, находясь вот здесь, на Дубининской улице, я не могла пройти мимо вот такого великолепного дома. И сначала я подумала, что оно вот такое и было изначально. Но потом, когда я стала уже искать информацию об этом здании, нашла фотографию в интернете и поняла, что дом был перестроен. Итак, этот особняк построен в 1880 году. Фасад оформлен в стиле модерн, очень хорошо выглядит. Ну, конечно же, судя по дате постройки, фасад был переделан позже, в начале прошлого века. А уже во времена Лужкова здание было реконструировано. Его сделали более ярким, но тоже в стиле модерн. Так вот, из модерна старого в модерн новый. И с тех пор здесь в особняке располагается ресторан. Названия меняются время от времени. Отделка фасада потихоньку стареет, но рестораны здесь остаются. Как видим, сейчас здесь тоже вот-вот банкетный зал. Адрес Дубининская улица, дом 55. С боковой части этого здания очень интересная керамическая плитка. выложена. Сейчас я вам покажу. Ну, собственно, это вся информация, которую я смогла найти по сегодняшний день, история этого здания. Но что есть, то есть. А мы с вами идем дальше. Ну, а вот это то, что вы видите перед громадными зданиями нового жилого жилого комплекса. Вы видите вот эти маленькие здания. Это застройка 19 века. Это фабрика Красный Суконщик. Здесь вот видно, что многое было сломано. Здесь построили новое ЖК. И вот здесь есть, видите, труба. То есть здесь какие-то остатки вот этой фабрики Красный Суконщик. И также завода Владимира Ильича. И еще одно интересное момент я бы хотела вам рассказать. В прошлом году, как раз вот в этом районе, в районе владения 59 на Дубининской улице, 59-69, ну, то есть вот в этом участке примерно, были проведены археологические раскопки и было обнаружено множество артефактов 18-20 столетий. В основном это были подковы, красноглиняные курительные трубки, посуду из керамикра, стекла и другое. Здесь в руки археологам попал золотой голландский дукат, отчеркненный в 1759 году, и две латунные монеты, выпущенные в Бухаре в 1910-1920 годы. Прошлый год был рекордным в плане археологии по количеству найденных и обработанных артефактов. Было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч – индивидуальные находки. И сюда было передано, в государственную часть музейного фонда, отсюда было передано более 8 тысяч отреставрированных артефактов. Вот такая история на этой улице, вот среди этих домов. И, собственно, много интересного, правда, можно узнать даже просто гуляя по улице, по самой обычной улице, которая является улицей Дубининская. И даже вот такие здания оставшихся фабрик и заводов могут таить в себе вот такие вот тайны. Хранить в себе, вернее, вот такие тайны. Ну, а я вам всем говорю спасибо за просмотр моего видео. Всем желаю здоровья. Жду вас на своем канале. Всем пока-пока. Жду вас на своем канале.